Привет, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость говорит, что есть легкий способ больше никогда не позволить с тревожным мыслям вас обмануть, а вот это будет чудесная жизнь. Так что не переключайтесь. Ни за что. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Пастор Эдди Тернер, я с нетерпением ждал нашей встречи. Я в предвкушении того, что сегодняшний разговор коснется сердец не только верующих, но и каждого неверующего человека, кто будет смотреть эту программу. Мы поговорим о том, о чем говорится в вашей книге «Побеждая хаос в вашем разуме». Мы все вроде бы понимаем, что означает слово «хаос» и откуда вообще это понятие взялось. Но что вы имели в виду под хаосом в нашем разуме? Дайте подробности. Сидье имею в виду атакующие мысли, которые нас мучают и изнуряют. И мы не можем от них избавиться. Сейчас многие психиатры видят огромное количество людей, страдающих психическими расстройствами. Люди не могут успокоиться. Вроде бы в жизни все хорошо. Вроде бы есть достаток, но их что-то требует. Их более чем когда-либо пожирают изнутри стресс, беспокойство и страх. Вы пережили в жизни то, что не пожелаешь никому, даже врагу. Вы жили себе спокойно, и потом вдруг, откуда ни возьмись, вы услышали голос. И что же вы услышали? Я был за рулем, думал о чем-то своем. В моей жизни все было хорошо. Я был пастором небольшой церкви, я был моложе. И вот откуда ни возьмись, мне пришла мысль. Ты должен быть одержим бесами. Раньше мне такое в голову не могло прийти. Просто неоткуда было. Если вы о таком не думали, это признак того, что мысль пришла от врага. Эта мысль точно была не от Господа. Конечно. Мысль залетела всего на секунду, и я смог ее отбросить. Но в течение последующих дней эта мысль возвращалась, чтобы мучить меня. Она возвращалась снова и снова, и через три месяца эта мысль просто овладела мною полностью. Она меня парализовала. Дошло до того, что я не мог спать, я не мог концентрироваться и не мог есть. Но насколько все это было ужасным. Это был постоянный ад, мучение. Дошло до того, что я не хотел видеть людей. Но началось-то все с одной мысли. Да, все началось с невинной, сумасшедшей мысли, и потихоньку съедало меня. Я не знал, как пленить эту мысль. Я даже не знал, что должен вообще пленить эту мысль. И она превратилась в целое цунами, которое в итоге разрывало меня изнутри. Эта мысль парализовала меня. А вместе с ней другие мысли. Бог тебя не любит. Ты сходишь с ума. У тебя в семье были психически больные. А теперь пришла твоя очередь. Такова твоя судьба. После того, как я просидел дома много недель, парализованный мыслями, моя жена упросила меня выбраться из дому и позавтракать с ними в ресторане. Это было субботнее утро. Мы сидели в ресторане, и вдруг я услышал внутри. Смотри, люди глазеют на тебя. Они понимают, что ты сумасшедший. Они сейчас вызовут полицию, тебя закроют, потому что в тебе бесы. Мысли летели буквально как пули. Да, просто непрестанная бомбардировка. Я ушел из ресторана в машину. Потом моя жена вышла и отвезла меня домой. Сама она поехала в магазин за продуктами, а я был дома в полном поражении. Я был совершенно уверен, что сошел с ума. Я упал на пол и вызвал к Богу громким голосом. Я вопил и говорил, «Господи, приди и помоги мне. Я схожу с ума. Разве ты не видишь этого?» Я пролежал на полу пару минут, просто плача перед Богом, и затем вдруг я ощутил, что в доме кто-то есть. Я ощутил настоящее присутствие. Я поднял глаза и увидел ноги человека, а потом посмотрел выше и увидел лицо своего Господа. Я увидел лицо Иисуса. Такое и раньше бывало с вами. Никогда я был молодым служителем. Да, я читал Библию, но ничего такого я не переживал. Он выглядел реальным, или это была какая-то тень. Я видел его так, как вижу вас. Я уже даже подумал, что я умер и попал на небо. Я было подумал, что это галлюцинация, но потом посмотрел вокруг, увидел свое кресло и диван. Я понимал, что вижу реального Иисуса. Его волосы были до плеч. Его глаза очень ярко светились. Он посмотрел на меня и сказал, «Эдди, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» В момент, когда ты посреди битвы, Сид, все, о чем ты думаешь, это о пулях, летящих на тебя. А потом я представлял, что если бы он пришел ко мне опять, я бы задал ему столько разных вопросов. О, да. Но все, что я сказал, «Господь Иисус, эти мысли меня убивают». Он наклонился к моей голове и сказал, «Эдди, мысли как пар. Они не имеют власти». Он коснулся моего затылка и вытащил оттуда как бы плакат с надписью «Ты одержимый». Он подул на него, и плакат исчез, словно пар. Он коснулся моей головы снова и вытащил оттуда второй плакат. Я прочитал на нем надпись «Бог тебя не любит». Это вторая мысль, которой сатана мучил меня, и я не мог от нее избавиться. Он избавил меня. Обе мысли ложные. Да, это ложь. Это пар, но он превратился в твердыню в моей жизни, потому что я не знал, как избавиться от этих мыслей. И затем Иисус сказал мне то, что навсегда изменило мою жизнь. Он указал в угол. Там были обезьяноподобные твари. Я не знаю, как, но я сразу понял, что это были демоны. Они тряслись от ужаса. И всякий раз, когда Иисус смотрел на них, они тряслись в страхе и ужасе. Когда он смотрел на меня, меня охватывал мир и покой. Когда он смотрел на бесов, они тряслись в ужасе. И с того самого дня, всякий раз, когда мне нужно было разобраться с собственным страхом, боязнью, или помочь в этом другим, я вспоминаю, как трясутся бесы при виде Иисуса. А ведь он всегда живет в нас. Иисус находится в нас своим духом и своей силой. Так что бесы боятся его. «Помните, тот, кто вас больше». И что же случилось тогда с этими бесами? Он сказал, «Твоя проблема в них». Потом он с улыбкой посмотрел на меня. И затем в один миг исчез. Я посмотрел в угол, где были бесы. Они тоже исчезли. Посещение закончилось. Я почти не разговаривал в течение трех дней. Я постоянно только делал, что и плакал. Но битва на этом не закончилась. Запомни эту мысль, пожалуйста. Мы вернемся к ней немного позже, после перерыва. Угнетающие мысли, как пулеметная очередь, не прекратились. Продолжение следует. Пастор Эдди Тернер пережил удивительную встречу с Иисусом. И, казалось бы, на этом дьявольские атаки должны прекратиться. Но у него все еще были хорошие и плохие дни. Эдди, а теперь, пожалуйста, расскажи о том самом плохом дне. Это было через несколько месяцев после посещения. У меня были хорошие дни, намного больше хороших дней, чем раньше. Но затем ужасающие, пугающие мысли, мысли самоосуждения и обвинения снова начали приходить в мой разум. И вот однажды я сидел в своем офисе и услышал такие слова. «Просто сдайся. Ты жертва». Это случилось с твоей бабушкой, с твоим отцом. Это происходило в твоей семье и раньше. И они были хорошими людьми. Они любили Иисуса. Они пошли на небеса после смерти. Твоя судьба терпеть это всю свою жизнь. Поэтому просто сдавайся. Вот такие ужасные слова я услышал. Сид, я должен признаться, что на какой-то момент я просто успокоился. И вдруг понял, что это не моя вина. Я жертва. Я успокоился, потому что подумал, что битва закончена. Но потом вдруг я услышал внутри себя слова. «То, что ты услышал, не от меня». Я понял, что это говорит Дух Святой. Я осознал, что сатана изменил тактику. Сначала он обвинял меня. Ты одержимый. Бог тебя не любит. Но тут вдруг он меняет свою тактику и говорит, «Прекрати сражаться, ты жертва». За многие годы моего служения я повстречал тысячи людей, которые купились на эту ложь. Ты жертва. Это тактика сатаны, чтобы мы не сражались с верой против врага. И затем вдруг, после того, как Дух Божий сказал «Это не от меня», я ответил, «Я это не принимаю». И как только я произнес эти слова, я ощутил, что как будто парю над землей, словно гравитация больше не действовала. И когда я открыл газа, то увидел, что я на небесах. Я никогда не читал об этом книге. Если кто-то рассказывал о том, что побывал на небесах, я всегда относился скептически. «Да ладно, считайте, что я вам поверил». Но это случилось со мной лично. Я стоял перед Господом Иисусом «Сид, послушай». Его глаза отражали красоту, словно бриз над озером. Здесь, на земле, нет цветов, которые могли бы сравниться с цветами на небесах. У нас даже нет названия для таких цветов. Там было движение. Я был сфокусирован на нем, но я видел, что сзади него было движение. Однако я не понимал, ангелы это или близкие, ушедшие на небеса ранее. Я просто смотрел на него. Он взглянул на меня и сказал, «Эдди, я люблю тебя». И он обнял меня. «Сид, когда он меня обнял, через меня прошла любовь, какую я никогда раньше не переживал. Я никогда этого не забуду». И затем он начал отдаляться. Он сказал, «Тебе нужно возвращаться». Я помню, как сказал, «Я не хочу возвращаться». Но он ответил, «Ты должен, должен вернуться на землю». А я сказал, «Ну, я не хочу». А он ответил мне, «Ты должен вернуться ради жены и своего маленького сына. И ты должен вернуться ради них». И он указал в сторону. Я увидел там много тысяч людей. Как я могу их описать? Это были жертвы духовных битв, пораженные люди. И он сказал мне, «Возвращайся ради них». Когда я посмотрел на них, я увидел, какие они ранены. И вот тогда я понял, почему Иисус велел мне вернуться. Чтобы я мог помочь израненным, разбитым, измученным людям, таким же, как и я. Возможно, вы говорите, «А как же я? Меня Иисус не посещал? Я не был на небесах. Я рад за этим. Но как же мне получить свободу? Как мне избавиться от угнетения?» Скоро узнаем. Пастор Эдди, вы возбуждаете во мне ревность. И вы делаете именно то, что велит нам Библия. Знаете почему? Потому что я еврей. А в Библии сказано, что верующий язычник должен вызывать ревность у еврея. «Итак, для чего Бог показал вам эти тысячи пораженных в битве людей? Есть ли в этом смысл?» Тогда я не понимал, для чего их количество было огромным. Я не понимал, что я могу сделать. Но через две недели после моего посещения небес, люди вдруг начали обращаться ко мне и просить о помощи. Они говорили об атаках на их разум. Приходили пасторы и начинали открывать мне, что с ними происходило, исповедовались мне. Расскажите об одном. Через две недели после того, как я побывал на небесах, мне позвонил один пастор и спросил, «Мы можем пообедать вместе?» Я ответил, «Конечно». Мы обычно не говорили о личном, просто общении пасторов. После обеда он попросил меня заскочить на пару минут в его офис. Я согласился. Я думал, он покажет мне какой-то свой проект или новое помещение в церкви, но когда мы зашли в его офис, он начал рассказывать мне, через какой ад он проходит из-за мыслей, которые его атакуют. Он сказал, «Я не могу рассказать это совету церкви или пастве. Кто захочет пастора, который, возможно, сходит с ума?» И в тот момент Дух Божий сказал мне, «Это один из тех пораженных, которых ты видел». И с того дня ко мне обращались с десятки, сотни, тысячи людей. Это те, кто мучен дьяволом, кто борется с мыслями страха и тревоги. Их атакуют паранойя и угнетающие мысли. И они не могут избавиться от этих мыслей. На конференциях их собираются целые очереди. Все они просят лишь только одного, молитвы, чтобы наконец-то освободиться от этих угнетающих мыслей, как дети, подростки, так и взрослые. Именно для этого Бог вас и вернул на землю. Я правильно понимаю? Да, это наша миссия, моя миссия. И она набирала обороты. Дошло до того, что вы проводили конференцию для 800 пасторов. Расскажите, пожалуйста, о таком замечательном и крупном событии. Это так сильно. Да, 800 пасторов. Конференция проходила в большом городе в нашей стране. Меня попросили проповедовать о наших мыслях. В последний вечер конференции я проповедовал о наших мыслях и о хаосе в нашем разуме. Я подумал, это пасторы. Возможно, мне не следует делать призыв к алтарю. В зале, где собралось 800 пасторов, на молитву вышло более 400 из них. Мы с моей супругой молились за каждого. Я осознал, что это они, те воины, которых так измучили угнетающие и тревожные мысли. Эти мысли приходят из самого ада. И они не дают людям переживать все то прекрасное, что Бог для них приготовил. Но, слава Богу, что Господь дает этим людям освобождение. Возможно, вы говорите себе, «Я не переживал Божьи посещения и не бывал на небесах». А как же я, Бог? Могу ли я получить свободу от страха? И могу ли я наконец избавиться от угнетения страхом? Скажите, у вас есть ответ? Вот вам ответ. Мысли могут приходить и могут настырно атаковать. Но мысли, которые не превратились в слова и дела, просто умрут. Сатана действует в сфере мыслей. Именно так он и охотится на нас. Он не приходит к нам лично в красном костюме, с вилами в руках, говоря, «Держи искушание». Он подбрасывает нам мысль. Всего лишь одна маленькая мысль. И нам просто нужно научиться пленять эти мысли, брать их в плен. Именно поэтому эти мысли не исчезли сразу после того, как Господь явился мне. Не обязательно видеть видение. Мы должны ходить с верой, а не видением. Поэтому Господь научил меня через свое слово, что мы делаем ответный удар в духовной битве, когда пленяем помышление в послушание Христу. Бог дал тебе место Писания, чтобы обрести свободу. Да, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Это Филиппицам, четвертая глава, восьмой стих. Однажды я сказал Господу в молитве, это было через несколько месяцев после посещения небес. Когда я молился, в сердце был мир, потому что в послании к филиппицам сказано всегда в молитве и прошении «С благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который, превыше всякого ума, соблюдет сердце ваше и помышления ваше во Христе Иисусе». Я сказал Господу, «Твое слово не работает в моей жизни. Когда я молюсь, я чувствую Бога рядом, но после молитвы опять то же самое». И во время молитвы я услышал, как Бог сказал мне, «Прочти следующий стих». Я прочитал, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что чисто». Я сказал, «Мне очень нравится этот стих, Господи, но как только я заканчиваю молиться, этот мир куда-то исчезает». Многие меня сейчас понимают. Когда мы о чем-то тревожимся, мы молимся, и приходит Божья слава. Бог дает нам ответ. Этот мир держится пару часов, может, даже пару дней или недель, но потом кто-то напоминает вам об этой ситуации, тревога возвращается. И что мы делаем? Мы снова начинаем молиться, и мир приходит снова. Но как жить так, чтобы в разуме всегда царил мир? Как сделать так, чтобы твой мир постоянно был с нами, «Боже?» И Господь ответил, «Почитай следующий стих». Я снова стал читать восьмой стих. «Наконец, братья». И как только я увидел слово «наконец», оно словно выпрыгнуло со страницы прямо ко мне. Иисус сказал мне, «После того, как ты помолился, тебе нужно еще кое-что. Ты должен правильно мыслить. Это то, в чем мы часто промахиваемся. И это позволяет сатане влиять на нашу жизнь. Мы хорошо молимся, мы понимаем принцип молитвы и ходатайства. Но после того, как мы помолились, мы должны сделать еще одну важную вещь. Мы должны мыслить в соответствии со Словом Божьим. И тогда Божий мир будет хранить, будет ограждать наш разум каждый день и каждую минуту. Мысль может как разрушить, человека, так и запустить его в его предназначение. Я хочу, чтобы ваши мысли запустили вас в ваше предназначение от Бога. Помолитесь со мной о том, чтобы вы могли переживать ваши личные отношения с Богом. Это не всегда означает посещение Иисуса, или что вы побываете на небесах, но вас ожидает нечто лучшее. Он будет жить прямо внутри вас. Поэтому повторяйте сейчас эту молитву за мной. Скажите, дорогой Бог, я согрешил против тебя, против тебя одного. Я прошу у тебя прощения. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня от греха. Я чистый теперь. Поэтому я смело провозглашаю, ты мой Господь. Ты спаситель всей моей жизни. Ты живешь внутри меня. Я так тебе благодарен. И теперь внутри меня твой Божий мир. И как же я рад этому. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Я увидел человека в огне. Он коснулся меня и этот огонь. Много месяцев проходил по всему моему телу. Божий огонь реален. Он мощный и меняет жизнь человека. В следующей программе «Это сверхъестественно» вы тоже сможете пережить Божий огонь. Поэтому присоединяйтесь ко мне и к Сидуроту в следующем выпуске. Болезнь приводит нас к разочарованию. Новости вселяют в нас страх и тревогу. Вы нуждаетесь в силе? Учитесь размышлять над Божьим Словом. Мы предоставим вам стихи, которые принесут мир, надежду и ободрение. Этот справочник поможет вам расти в вере, поможет вам познать Господа Бога и исцелит вас. Загрузите книгу Сидорота по этой ссылке бесплатно. Заходите на наш сайт сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт «Уже сегодня». Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земле. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячам процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ, теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня.